Кроссовки 12-летняя Вика возвращалась домой из воскресной школы со своей лучшей подругой Ниной. Летнее солнце ласково обогревало землю, и девочки радовались теплу солнечных лучей. Вдоль дороги росли высокие липы, и ласковый летний ветерок шелестел листвой. Девочкам не хотелось расставаться, ведь они разговаривали о предстоящем христианском лагере. «Представляешь, Нина, уже завтра мы будем жить в палатках!» Восторженно улыбнулась Вика, весело помахивая серой сумочкой. «Мне даже не верится, что наконец-то наступило время фавора!» «Ниночка, а что тебе больше всего понравилось в прошлом лагере?» «Не знаю», — неторопливо протянула Нина. «Наверное, ничего». «Такого не может быть!» — воскликнула Вика и от неожиданности остановилась. «Как ты можешь любить фавор?» — проговорила Нина, поправляя воротничок блузки. «Там совсем неинтересно. Старшие постоянно требуют от нас послушания, как будто мы малыши. Нина, как ты можешь так говорить?» — возмутилась Вика, заглядывая подруге в глаза. «Мама мне говорила, что старших надо слушаться, потому что этому учат Библия. Родители всегда так говорят. Это скучно». «Ниночка, мне так хочется, чтобы ты полюбила фавор. Знаешь, я заметила, что в каждом лагере получаю для себя какой-то важный урок. В прошлом году, например, Господь показал мне, что Он обо мне заботится, даже в мелочах. Помнишь, мы тогда...» «Викуля, извини, я уже пришла», — прервала разговор Нина. И, помахав на прощение рукой, побежала в сторону большого одноэтажного дома. Вика в задумчивости пошла дальше. От разговора с Ниной настроение девочки немного испортилось. Ей стало неприятно от того, что подруга не захотела ее выслушать. Необычная домашняя суета отвлекла Вику от печальных мыслей. Все в семье тщательно готовились к предстоящему лагерю. Из кухни вкусно пахло сладкими пирожками, которые мама с девочками испекла в дорогу. В коридоре стояли сумки с аккуратно уложенными вещами. Старший брат с помощью папы составлял план проповеди. Мама помогала младшим сестрам подбирать стихотворения и гимны для участия на богослужении. А еще Вику дома ждал приятный сюрприз. Мама купила ей красивые кроссовки. Они были белого цвета с двумя яркими полосками по бокам — розовой и зеленой. Девочка тут же надела новую обувь и прошлась несколько раз по комнате. «Спасибо, мамочка!» — кинулась обнимать маму Вика. «Они такие удобные и красивые! Я буду очень их беречь!» Положив новую обувь в сумку с вещами, девочка с радостью присоединилась к младшим сестрам и запела. «Все сотворил наш Господь хорошо! Богу хвалу я! Пою всей душой!» В этот вечер детям было трудно заснуть. Все с нетерпением ждали завтрашнего дня. На следующее утро к дому молитвы со всех сторон начали собираться дети. Среди них была и Вика. Она весело переговаривалась с подругами, нетерпеливо поглядывая на часы. В назначенное время детей распределили по машинам и повезли к месту лагеря. Всю дорогу Вика смотрела в окно машины, любуясь живописной горной местностью. Наконец, из-за поворота дороги показался палаточный городок. Он был разбит на поляне, окруженной могучими соснами, у подножия высокой, куполообразной горы. Вика с Ниной и еще тремя подружками поселились в небольшой палатке. Их воспитателем была Марина, высокая улыбчивая сестра из соседнего города. Вика была очень рада этому. Девочка запомнила, как взволнованно и искренне Марина рассказывала стихотворение на майском молодежном общении. С первого дня Вика с головой окунулась в лагерную жизнь. Ей нравилось вставать рано, когда трубил горн, и бежать в общую палатку с кинью на утреннюю молитву. Девочка с удовольствием слушала проповеди на богослужениях, разучивала новые гимны на спевках, играла в интересные игры, посещала кружки рукоделия. Но больше всего ей хотелось пойти в горный поход, который был запланирован на последний день лагеря. Наконец, этот день настал. Утро выдалось теплое и тихое. Лучи солнца, просачиваясь сквозь кроны деревьев, играли с зайчиками на траве. Уже с самого утра в лагере можно было наблюдать необычное оживление. В палатках и на большой поляне посреди лагеря полным ходом шло приготовление к долгожданному путешествию. Сбор всех его участников был объявлен у скинии через час после завтрака. Вика с подружками решили ожидать начала похода в своей палатке. Быстро надев подходящую для горного похода одежду, девочка достала из сумки свои новые кроссовки. «Как тоскливо», — вытягиваясь на надувном матрасе, зевнула Нина. «Невыносимо целый час сидеть просто так». «Кстати, у меня идея», — оживилась она. «Давайте сходим к реке». «Нет, Нина, нам запрещено уходить из лагеря и ходить к речке одним», — возразила Вика. «Мы уже взрослые и сами можем решать, куда можно ходить, а куда нельзя. Тем более об этом никто не узнает. Мы только поплещемся в реке и вернемся обратно», — убеждала всех Нина. «Викуля, а ты можешь остаться. Ты же у нас настоящая трусиха». Девочки быстро согласились, а Вика не знала, на что решиться. Она понимала, что поступит неправильно, если убежит с территории лагеря без разрешения. И в то же время ей не хотелось, чтобы подружки считали ее трусливой. В своих размышлениях Вика даже не заметила, как девочки вышли из палатки. «Викуля, ты идешь или нет?» — послышался нетерпеливый голос Нины. «Бегу, бегу!» — решилась, наконец, Вика, торопливо завязывая шнурки. Оглядываясь вокруг, чтобы никто из лагеря их не заметил, подружки помчались в сторону реки. Бежать до нее было недалеко. Вскоре взору непослушных беглянок открылась потрясающая картина. В низине, поросшей густой травой, шумела неглубокая горная река, из которой то здесь, то там выступали вековые камни-волуны. Потоки воды сердито пенились вокруг камней, словно пытались уговорить их сдвинуться с давно насиженного места. Девочки дружно побежали вниз. Прыгая по камням, они расположились посередине реки, удобно усевшись на валунах. Вика решила оставить кроссовки на камне, чтобы случайно их не намочить, и присоединилась к подружкам. Светясь от удовольствия, она вместе с девочками стала беззаботно брызгаться водой и громко смеяться. Немного поплескавшись в реке, подружки решили вернуться в лагерь. Возвратившись назад к камню, Вика хотела обуться, но к своему великому удивлению обнаружила, что один кроссовок куда-то исчез. Она внимательно посмотрела по сторонам, в надежде найти пропажу, но ее нигде не было. «Девочки, что за шутки? Где мой кроссовок? Отдайте мне его!» Со слезами на глазах воскликнула Вика. Нина ответила за всех. «Викуля, не усложняй жизнь, нам он точно не нужен. Иди до лагеря босиком, разве тебе больше обуть нечего?» Вика с ужасом представила себя, как завтра вечером приедет домой и будет оправдываться перед мамой за потерю кроссовка. А больше всего ей было стыдно от того, что она поддалась уговорам Нины и убежала с территории лагеря. Не послушавшись старших, Вика опустила голову, пытаясь скрыть свою досаду. «Вы идите, а я останусь здесь и буду искать». Девочки ушли. Вика опустилась на колени в густой прибрежной траве и взмолилась Богу со слезами. «Господь, прости, что я самовольно убежала из лагеря. Я знаю, что не заслужила Твоей милости. Но, Боже мой, я очень прошу, если хочешь, покажи мне, где мой кроссовок». После молитвы Вика вновь начала искать потерявшуюся обувь. Она внимательно осмотрела берег, но ничего не нашла. От бессилия Вика села на камень, на котором по-прежнему стоял один кроссовок, и снова заплакала. И вдруг в сознании отчетливо прозвучала мысль «Отпусти кроссовок на воду и иди за ним». Вика очень удивилась, но та же самая мысль прозвучала снова. Вскочив с камня, девочка воскликнула. «Господи, это же Ты мне говоришь! Я буду слушаться Тебя!» Вика аккуратно поставила кроссовок на воду и осторожно отпустила. Течение подхватило его и понесло вниз, лавируя между камнями. Девочка, замирающим от волнения сердцем, побежала за ним. Когда кроссовок, ударившись о торчащий из воды валун, вдруг исчез, Вика испугалась. Но она подумала, что больше никогда не увидит свои новые кроссовки. Вика на мгновение остановилась и быстро подбежала к тому месту, где только что пропал из виду второй кроссовок. Девочка не поверила своим глазам. На дне реки, возле валуна, лежали оба ее кроссовка. От радости Вика закричала. «Спасибо Тебе, Господи, спасибо! Ты простил меня и услышал мою молитву. Ты ответил на мою просьбу. Спасибо Тебе, Господи!» Сияя от счастья, с мокрыми кроссовками в руках, Вика побежала обратно в лагерь. От восторга она даже не почувствовала под ногами сухой колючей травы. Тем временем в лагере уже все были готовы к походу. У скинии стояла большая группа детей. Воспитатели объясняли любопытным мальчикам и девочкам, с какими трудностями и испытаниями они встретятся в походе. Девочки из Викиной палатки стояли вместе со всеми, как ни в чем не бывало. Марина искала Вику и беспокойно оглядывалась по сторонам. Вика побежала к ней, высоко держа над головой свою недавнюю пропажу. «Нашла! Нашла! Господь мне подсказал, где они были!» ликоя кричала девочка. Вику не смущали обращенные на нее удивленные взгляды детей и взрослых. Она хотела всем рассказать, как добрый Господь помог ей найти потерянный кроссовок. Девочка попросила прощения у Марины за то, что без разрешения убежала из лагеря. А потом Вика рассказала всем, как Господь разговаривал с ней и помог ей найти пропажу. «Нина, в этом лагере я получила для себя еще один хороший урок. Если искренне попросишь у Господа прощения, то он простит. Даже если ты очень виновата и обязательно поможет тебе», Радостно сказала Вика подруге, когда они всем лагерем пробирались к вершине горы. «Разве жизнь тебе подарена для горести? Не отмерены тебе огни печальные? Для чего ж тогда так ярко и так солнечно Посвящают землю небо данные дальние? Разве должен жить ты грустно и безрадостно, Глядя в будущее скорбно, не улыбчиво? Для чего ж такими красками нарядными В этом мире все вокруг творцом расписано? Для чего ж такими красками нарядными В этом мире все вокруг творцом расписано? Разве должен ты нести болезнь мучительно? Перед всякой угрозой склоняя голову Для чего ж тогда пришествия Спасителя? Для чего ж тогда страдания Голгофские? Иисус принес нам жизнь и свет, и истину Побеждая на Голгофе смерть распятием Наша радость лучезарная и чистая Дорогой ценой им была оплачена Наша радость лучезарная и чистая Дорогой ценой им была оплачена Нужно жить, дерзать и верить, и надеяться Принимать от Бога все, что предназначено Нечасливее тропы, ведущий к вечности Лучшей доли, не чем доля христианская Нечасливее тропы, ведущий к вечности Лучшей доли, не чем доля христианская Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова